Знакомьтесь, легендарная немецкая овощерезка Бёрнер, модель классика. Именно эту модель мы используем на нашем производстве фруктовых чипсов проекта Экоснеки 2016 года. Бёрнер это не просто овощерезка, а овощерезка, которая поможет вам перейти на более здоровое разнообразное питание, не затрачивая на это много времени. В первой части ролика я максимально покажу на что способна эта детка, а во второй части она больше будет для тех, кто уже купил овощерезку. Я буду показывать как правильно пользоваться, как ухаживать за ней и как сделать так, чтобы не порезать свои пальцы, потому что это на самом деле очень легко. Тут такие ножи, с которыми вы в своей жизни еще не сталкивались. В чем вообще основная фишка Бёрнера? Это запатентованные, экстремально острые, не требующие заточки ножи-микросеррейтеры. Завод настолько уверен в себе, он, кстати, существует в Германии уже с 1956 года, то есть прямо в Германии это производится. Он настолько уверен в себе, что дает гарантию, что в домашних условиях с этой терки хватит, чтобы переработать 3 тонны овощей и фруктов. Из чего состоит модель классика? Она состоит из такой V-образной рамы, из безножевой вставки. При помощи этой вставки как раз таки шинкуется капуста и мы производим на нашем производстве фруктовые чипсы. Ножи 3,5 миллиметра, ножи 7 миллиметров, безопасный плододержатель и при покупке у нас мы также дарим к овощерезке вот такой мульти бокс для хранения в подарок. Ну что, поехали, сейчас буду показывать, как этим всем пользоваться. Смотрите, все эти фруктовые чипсы произведены на нашем производстве при помощи овощерезок Бернер. Обратите внимание, для чего вообще мы пользуемся именно овощерезками Бернер, потому что они помогают сделать вот такие ломтики одинаковой толщины для того, чтобы они высохли равномерно в одно и то же время. Причем можно делать разные виды нарезок, то есть чуть потолще, чуть потоньше, как кто любит. Вот это яблочки, вот хурма. Видите, все Бернер нарезать очень удобно, все что угодно. Мы даже дыню и арбуз сушим как раз благодаря тому, что Бернер не теряет драгоценный сок при нарезке очень быстро это делает. На модели классика 12 разных видов нарезки. За что мы любим овощерезки Бернер на нашем производстве, так это за то, с какой скоростью можно переработать огромное количество фруктов. Начнем с бананов. У безножевой вставки два вида нарезки, толстая сторона и тонкая. Сейчас мы режем на более толстой стороне. Чтобы нарезать более тонкие колечки фруктов, достаточно переставить эту безножевую вставку и поехали. Можно как раз для того, чтобы украшать блюдо, использовать такие тоненькие колечки, или для очень тонких фруктовых чипсов и так далее. В комплекте ковощерезки идет вот такой безопасный плододержатель. Как им пользоваться? Он нужен для того, чтобы очень быстро нарезать фрукты до минимального остатка. Сейчас у нас стоит тонкая сторона. Смотрим. Самое главное делать это энергично, двигаясь вверх-вниз. Вот такие, посмотрите, симпатичные, интересные колечки у нас яблок получились. Можно дать маленькому ребенку, можно украсить блюдо. Давайте посмотрим, как плододержатель поможет нам до самого конца и очень быстро нарезать апельсин. Я снова переставила на более толстую сторону. Так, держим наш плододержатель и двигаемся вверх-вниз. Оп, видите, осталась всего лишь вот такая маленькая попочка. Смотрим, как быстро можно нарезать ананас. Клододержатель. Так, и поехали. Оп, видите, ничего лишнего. Вот они, наши ананасики. Как мучительно бывает резать капусту ножом. С овощерезкой Бернер этот процесс становится одним удовольствием. Посмотрите сейчас, какую ровную, идеальную соломку делает для нас Бернер за считанные секунды. Таким образом, процесс соления, маринования капусты становится просто одним удовольствием. Просто гляньте. Это на тонкой стороне. Можно сделать чуть потолще, естественно. Переворачиваем. Раз. И следующий вид нарезки наш чуть покрупнее, видите? Вот это уже более крупное, допустим, для овощного рагу. В конце, конечно, надо осторожнее, лучше плододержателем воспользоваться. Вот, посмотрите, какая ровненькая, идеальная соломочка. Тоненькая-тоненькая. Просто за несколько секунд. Давайте посмотрим, как выглядит соломка на овощерезке Бернер. Берем морковку. И поехали. Соломка. Это крупная соломка, видите, да? Как раз там для овощного рагу. Давайте посмотрим, как сделать мелкую соломку. Берем ножевую ставку на 3,5 мм. И поехали вперед. Смотрите, как быстро, да? Вот эта скорость. В конце, конечно, если вы руками, но я не рекомендую. То есть лучше либо с самого начала, извините, взять плододержатель. Вот, поэтому, кстати, такой совет. Не удаляйте кочерыжку, да, корневищем не удаляйте, потому что тогда меньше у вас на остатках будет. Так, и поехали. Вот, видите, остался только маленький кусочек корневища. А тут у нас такая тоненькая, очаровательная соломка. Головная боль очень-очень многих. Лук. Как нарезать его так, чтобы не реветь? С овощерезкой Бернер очень просто. Поехали. Поставила тонкую сторону. Раз. Смотрите, посмотрите. Это все отбросили. И тут у нас красивые, ровные колечки. Обычно, да, режут, пишут, режьте полукольцами, потому что невозможно, да, обычным ножом нарезать кольца. Овощерезка Борнов все это вам нарежет. Очень красивые кольца в салатик. Знаете ли вы, что томаты для салата можно нарезать соломкой? Смотрим. Оба, видали? Тут чуть-чуть больше осталось кочерыжки. Вот какая соломка красивая в наш прекрасный салат. Значит, срочно сюда нам нужен огурец. Берем огурец, накололи. И, кстати, сначала, все-таки, когда подлиннее огурец, либо наполовину режем, либо просто сначала рукой, а потом уже можно будет туда воспользоваться при необходимости держателем. Какой вкусный салат! А можно ведь еще более тонко сделать. Поехали, посмотрите. Какая красота! Правда сюда просится редисков? Или мне кажется? Мне кажется, срочно, срочно сюда нужна редиска. Как правильно нарезать редиску? Смотрите, в плододержатель удобно вставлять сразу несколько плодов. Можно два или даже три сразу размещать. И поехали. Оп, все. Вся редисочка у нас, видите, попочки отдельно остались. Ах, какая это красота! Правда? Смешаем. Будет у нас салатик прямо на столе. С бёрнером вы можете почувствовать себя настоящим шеф-поваром. Посмотрите, мы сейчас с вами будем из баклажана делать вот такие тоненькие пластинки. Например, для того, чтобы потом из этих пластинок сделать вот такие рулетики. Видели, да, как быстро овощерезка позволила нам сделать эту красоту? Положили туда сыр или такой майонез с чесночком. Завернули. Вот вам вкуснота готова. Попробуем сейчас сделать более толстую, чтобы посмотреть разницу. Более толстенькие. Видите, значит, можно сделать вот такие продольные. Ну и можно, естественно, обычным методом, допустим, для овощного рагу, полукольца. Пожалуйста. Ни в коем случае не делайте овощное спагетти без полдодержателя, потому что очень быстро можно порезать. Я сама в своё время тоже несколько раз резалась, причём очень глубоко. Видите, здесь потому что настолько острые ножи, что это действительно большая опасность. Движемся по стрелочкам. И необходимо плотно прижимать кабачок, либо баклажан, для того, чтобы он у вас не выпал. Так, ну, я думаю, достаточно нам для того, чтобы показать, да, эту красоту. Всё, и вот точно так же можно сделать вкуснейшие овощные рулетики. Перчик колечками насадили. Плотно прижимаем. И поехали, поехали. Сторону оставила ту же самую, тоненькую, чтобы сделать такие стильные, тонкие колечки. Так. Можно было ещё чуть плотнее прижать, чтобы осталось ещё меньше. Так, вот, посмотрите, какая красота. Конечно, можем сделать и полукольца, как хотите. Также из картошки можно очень удобно нарезать кубики. Для этого делаем вот такие порезы перпендикулярные, да. Берём вот эту вставочку нашу, в зависимости от того, какие кубики вы хотите получить. И поехали. Вот, посмотрите, вот такие кубики у нас получаются аккуратненькие. Можно сделать ещё более мелкие. И, кстати, нам в отзывах писали, что очень нравится делать из картошки тоненькую соломку детям в супчик. Потому что дети прямо обожают, когда в супчике такая тонюсенькая соломочка. Давайте покажу, как она выглядит. Представляете, нарезка картофеля – одно удовольствие. И в супчике ребёнку потом такое есть. То есть тоже очень интересно и необычно. Очень красивые в бёрнере получаются грибы. Нарезать их тоже очень легко и просто. Главное, слишком сильно не нажимать. Как раз в случае с грибами, чтобы они не превратились у вас в мессиво. Вот такие, видите, аккуратненькие. Очень тоненькие дольки. Конечно, можно и потолще делать, и соломку. Там уже дальше как хотите. С бёрнером так легко перейти на здоровое питание. Потому что нарезка салатов становится просто одним удовольствием. Смотрите, вот я взяла здоровую кочерыжку сельдерея. Сейчас, конечно, нужно будет в какой-то момент воспользоваться держателем, чтобы ручки не порезать. Но вот обратите внимание, да, скорость. Несмотря на то, что приходится придерживаться прям руками всю эту здоровую кочерыжку. Но, наверное, полностью всё-таки делать не буду. Уже смотрите, сколько красоты у нас получилось. Не многие знают, что на самом деле ещё эту овощерезку можно прекрасно использовать для ровной нарезки хлеба. Допустим, собрались к вам в гости прийти... Бородные! И вот так вот равномерно, аккуратно нарезаем наш хлебушек. Нарезной батон, конечно, быстрее, но мы за здоровое питание. Поэтому на примере такого хлеба. Смотрите, какие ровные, тоненькие. И вот сейчас для этого хлебушка мы ещё с вами нарежем сырочек. Тоже вот так вот раз. Это вот толстая сторона. Вот такие у нас ломтики сыра. Твёрдый сыр, кстати, резать вообще одно удовольствие. Это сейчас у меня гаудо, мягкий сыр. Его, как бы, он, конечно, ровненький получается, симпатичный. Но с твёрдым сыром вообще прелесть. Пармезанчик какой-то нарезать. Просто прекрасные, идеально ровные ломтики. И гораздо удобнее и быстрее, чем ножом. Всё за счёт супер острых лезвий Бёрнера. Вот готовы у нас бутербродики. С тонюсеньким таким сырочком. Забыла сказать, как удобно нарезать на Бёрнере имбирь. Будь то пластинками или кубиками, мелкими или крупными. Вот сейчас, посмотрите, я так подготовительную работу провела. Здесь порезала перпетикулярно. И вот такие красивые, прекрасные квадратики у нас получаются. Ну что, друзья, если это было полезное видео, и вам захотелось тоже иметь такую чудесную овощерезку, её можно приобрести у нас на сайте ekosnake.ru в разделе оборудования. Также в этом разделе, если вы захотите производить, например, фруктовые чипсы, можно приобрести и дегидратор для того, чтобы самому делать вот такую вот красоту. А следующая часть этого видео будет посвящена тем, будет специально для тех, кто купил овощерезку и ещё только-только собирает начать её пользоваться. Я сейчас дам разные очень полезные советы и лайфхаки. Итак, смотрите. При покупке овощерезки мы дарим мультибокс в подарок. Но не все понимают, как им правильно пользоваться. Давайте я покажу. Сначала мы вставляем сюда, вот другой стороной, повернув, да, вставки с ножами. Поставили обе вставочки сюда. Дальше. Основную часть вместе с безножевой вставкой мы поворачиваем и вставляем в основной блок. Всё, хоп, до щелчка. И, наконец, наш плододержатель мы вешаем на обратной стороне вот здесь. Вот таким образом у вас всё хранится. Причём, главная фишка, можно не бояться, что у вас ребёнок вытащит овощерезку. Она так хитро, в общем, продумана здесь технологией, что для того, чтобы вытащить эту овощерезку, нужно отогнуть, вот видите здесь, вот этот вот краешек, вы его... Сейчас. Отогнули. Всё, раз, она у вас очень плавно поехала. Ну, вот до щелчка поставили, ребёнок не вытащит. Вот такая удобная штука. Всё очень компактно и можно не бояться порезаться. Начнём с момента, что вот вы получили вашу овощерезку и распаковали. Важный момент. Не выбрасывайте вот эту инструкцию, потому что были у нас такие умельцы, которые почему-то её выбрасывали и потом задавали миллион вопросов, как пользоваться плододержателем, как вообще всё это использовать. Это очень важная штука. Обязательно её сохраните, обязательно ознакомьтесь. Вот это V-рама, в которую вставляются, собственно, вот три вставки, которые идут в комплекте к классике. Основная штука, которая вам понадобится, которую мы используем на производстве, это вот такая безнажевая вставка. Она двусторонняя. То есть у неё две стороны. Тут вот, если присмотреться, есть такой текст, где написано «С1 – толстая сторона», «С2 – тонкая сторона». Как вы видели в видео, можно нарезать пластинки разной толщины. То есть, допустим, банан вот у нас был на толстой стороне, клубничка на тонкой, или вот яблочко тоже у нас было на тонкой стороне. Теперь показываю, как пользоваться этими вставками. Тоже, как вставлять. Их нужно вставлять до щелчка. Слышите, да? Такой щелчок. Вот такой щелчок. Так, то же самое с более толстенькими нашими, как их... Сейчас покажу. Соломка наша, да, более толстенькая. Вот она так получается. На тоненькой вот так. Если вы захотите сделать кубики, напоминаю, то тоже мы используем вот эти ножевые вставки. Прорезаю перпендикулярно ножичком. И дальше делаем наши кубики. Так, теперь как пользоваться плододержателем. Это очень важный момент. Смотрите, плододержателем пользуйтесь обязательно, пожалуйста. Я вас очень прошу, потому что реально тут такие острые лезвия. У нас на производстве люди так резались. Я сама тоже резалась. Просто потому, что в какой-то момент ты как-то теряешь бдительность. И, ну, быстро же очень все делается. И очень легко можно минимально там ногти, да, срезать. А максимально вот полпальцем... Ну, не полпальца, точнее, там, полфаланги себе отрезать. То есть это очень опасно. Будьте аккуратны, пользуйтесь плододержателем. Видео я много раз показывала, как я это делаю. Показываю еще раз. Вот, допустим, берем там, я не знаю, огурец, да, взяли огурец. Если он длинный, вам будет неудобно. Нужно будет его нарезать пополам и сюда вставить эту вашу половинку. Так, давайте лучше на чем-то другом сейчас покажу. На этом неудобно сейчас будет. Давайте на помидоре. Взяли помидор наш. Насаживаем до самого конца. И обратите внимание, вот на эти стрелочки. Видите, тут такие стрелочки идут. Нужно будет двигаться ровно по этим стрелочкам. Ставили насадку. Вот, ну, это в основном толстой стороной, C1 пользуемся. И вот по этим стрелочкам мы двигаемся взад-вперед, не отрывая руку. Если вы будете отрывать руку, у вас там что-то, у вас, ваш плод просто будет выпадать оттуда. То есть не нужно отрывать руку. И в какой-то момент, ну, можно сразу, в принципе, вот так чуть-чуть придерживать, делаем размашистые движения резкие вверх-вниз. Ой, не резкие, точнее, вот такие. Обязательно вот так вот кнопочку в конце, вот вы до конца додавливаете, видите, тогда у вас остается малюсенький такой конечек. В случае с помидором его вот сейчас легко, да, убрать. А в случае, допустим, с апельсином или яблоком или грушей может что-то застрять. Будьте аккуратны, вот проще всего, вот, взяли, вот, все, стряхнули, да, у вас все выпало. Для чего? Чтобы вы, не дай бог, нам не порезались, потому что действительно очень опасно. Видите, все, вот наши ровные, идеальные колечки получились. Еще один важный момент. Не нужно сильно давить на фрукты и овощи, которые вы нарезаете. Потому что нам тут одна клиентка как-то присылала видео, что оказалось, что он так сильно жмет туда, что у нее остаются полоски, да, отпечатываются. Это очень суперсильная немецкая овощерезка. Она сама все сделает. Вам нужно очень легким, расслабленными, как бы, такими движениями. То есть, я вот, я не давлю, то есть, я вот сейчас практически не давлю. Видите? Раз, раз, раз. И опять-таки, если вы будете сильно давить, это чревато тем, если, допустим, у вас, у меня был случай, если у вас застряло жестко очень яблоко, прошу вас, не надо давить, особенно если вы без плододержателя в этот момент. Точнее, вот, именно когда вы без плододержателя, не надо давить, иначе вы точно порежетесь, как это сделала я в свое время. Потом, как сделать продольные такие ломтики, не просто такие кругленькие, да, а более симпатичные. Для этого нужно просто, вот видите, делать это вот так. Ну, там дальше уже смотрите, смотря, какие именно продольные, да, насколько вам нужно сделать. Ну, обычно это используется, допустим, чтобы тоненькие, да, приготовить. Вот, раз, и у вас получаются, видите, такие симпатичные, допустим, для бутербродов, да, кто-то делает. Пользоваться овощерезкой бёрнер одно удовольствие, это просто ничего сложного нету. Обязательно используйте её, видите, для какого огромного количества вещей можно использовать. Это, там, в разы ускорить себе процесс консервации, заготовок. Очень важно готовить для себя побольше разных салатов, потому что, ну, мне кажется, довольно часто мы недоедаем, вот, недополучаем полезных витаминов, просто потому что, ну, как-то вроде кажется, что это долго, да, что здоровое питание долго. С овощерезкой бёрнер здоровое, вы поймёте, что здоровое питание, это очень быстро, просто, она поможет вам разнообразить ваш стол и, в принципе, украсит вашу жизнь. Вот, надеюсь, было полезно, всем пока!